всем привет ребят сам пихий это новый крутой сюжет народа гений из пророчества сюжет интересный крутой прикольный там есть его продолжение но его и лучше сучить его да потому что там есть такие сцены которые мне не кайф озвучивать да вот ну что же могу сказать то что кто хочет поддержать ставьте лайк давайте наберем хотя бы ну 400 лайков за это я буду уже благодарен кто хочет поддержать донатом . начнете в описании буду рад любому донатчику даже рублю потому что как бы это поддержка поддержка это всегда хорошо я рад любой поддержки даже этому рублю что я могу сказать то что сами пихий будет сюжет крутой интересный мы будем начинать поехали 10 октября все идет по канонам кроме того что родилась двойня старший наруто младший минман как вдруг минато слышал звук упавшего тела выбежав из пещеры увидел несколько трупов среди которых положено 3 хакаги он все поняв и вбежав внутрь увидел человека в маске который уже распечатал киби скушенная благо она искала на зумаке поэтому выжила минато телепортировал ее домой то что за канохой прибыл в каноху на лице хакаги а именно на свое и тут появился человек в маске и началось сражение как по канону когда тот сбежал минато пошел к лесу там уже был третий хакаги по несколько анбон разговор третьего нужно запечатать его да но кушно его не выдержит а что если минато телепортировался домой взял наруто он выглядел лучше чем минман кушно встала и сразу все поняла стой это единственный шанс его запечатать сказал с ноткой грусти минато и я понимаю поэтому я помогу когда они прибыли минато призвал алтарь положил сына он а кушно связала ли со цепями кунга фуса он когда минато начал складывать печати бога смерти он это видел третий начал не делай у тебя два сына и жена давай ты сделай я сказал чуть не заплакав ведь его жена умерла минато остановился он когда хироза сложил печать и появился шнегами шнегами в мыслях что за паренек с непростой судьбы джинчилики он начал смотреть его судьбу неужели это спаситель этого мира жаль конечно хотя шнегами забери мою душу на запечаток тебя шнегами запечатала лиса а после призвал волка с 15 хвостами я запечатаю тебе в нем ты должен помогать ему да сказал волк он запечатал его он спустя несколько минут минато и кушина подошли и видели как волосы и солнечного перекрашивается в белый с нотками серва неужели демон захватил его кое-что начала плакать после на щеках появились по три полоски на каждой и появилась ужасающая чакра это не мой сын со страхом сказала кушина это демон лис также со страхом сказал минато спустя несколько часов собрали совет глав где минато рассказал джинчилики народ решили отдать в приют кушина минато несколько дней плакали ведь из-за их страха такое случилось однако о нем забыли и очень неполеменно а вскоре появилась и дочь миюре три года спустя 10 октября по улице шел мальчик лет трех он был одет в белую порванную футболку со знаком водоворота и белые шорты также рваные и почти разорванные с удали шинобе пускай он и был гением ведь ходил в девять месяцев говорил в один год один месяц описал читал в два но его все равно не любили он воспитательница душила подушкой просто так била от скуки он редко когда кормила жители смотрели с презрением ненавистью страхом также почти каждый день его избивали но сегодня он ни о чем не думал шел в библиотеку дедуля относился к нему хорошо ведь он недавно в канухе он когда пришел попросил книги о чакре ведь историю шинобина же прочитал какая история канухи норто нравилось кстати его зовут моя риа ему 68 лет норто взял книгу и ушел читать это заняло много времени около шести часов услышав за окном взрыв фейерверков он понял что праздница день победна от кюбе он вышел начал идти в приют но тут заслышал свист начал бежать ведь знал что его захотят побить но почему снова думал он забежав переулок он побежал в конец и видел опять этот переулок китица а ты умен на штаб повеселимся толпа побежала на него там было около 12 человек его начали избивать около пяти минут все хотели отомстить за родных и близких кто-то говорит а отдавайте ему глаза в режим все заорали несколько чинина держали джавнин взял куна и начал пихать левый глаз хоть норто и был почти без сознания но боль он чувствовал начал орать но всем было все равно на это но вдруг он теряет сознание жители очень испугались за то что они убили оружие поэтому бросили его в мусорный бак норто очнулся почувствовал небольшой боль в глазах он вспомнил что с ним произошло он открыв глаза народ увидел трубы и думал что его бросили до теченина я он стал и поняв что вода как будто не вода он не чувствую я он начал идти пройдя метров 20 он завернул и видел золотую клетку а посередине бумажка с надписью печать как тут из клетки стало видно два красных больших глаза но не испугался что ты меня не боишься нет вы ведь в клетке сказал народу спокойно где и что здесь делаете вы киби сан это твое подсознание стоп ты знаешь кто я да вы ведь самый сильный среди хвостатых девятихвостый демон лис или же киби на йоко я удивлен ты пришел за силой нет что вы я не могу пользоваться ей без вашего разрешения а ты интересный малый сказал лис прикрывая глаза а еще кое-что я много о вас читал и не смог найти вашего имени вы скажете мне его я у замоке наруто что отец неужели его зовут курама а кто вы сказано это перепуганной он выходит и стало видно его 15 хвостов я кюрия меня запечатал шинигами для помощи тебе же пора и я уснула глаз нам теперь он лисий извини что не смогли помочь и я вас не виню спасибо курама наруто выбросилась подсознание наруто очнулся в больнице и почувствовал запах лекарств больница сказал он он почувствовал повязку на левом глазу встал и подошел к зеркалу он начал снимать повязку и как только открыл глаз увидел красный как кровь глаз с вертикальным зрачком он понимала что теперь и вправду димана спустя минуту он понял что его глаз видит лучше дальше и четче и тут он услышал спрячь его это голос его голове на арте сделал так и через секунду в дверь вошли это был парень лет двадцати с такими же белыми волосами ты как вы кто меня зовут как и шаха таки я в замоке наруто ладно я уже ухожу сказал наруто после чего ушел как и шоу кисло врача ты же здоров проваливай наруто пошел в приют его напугали и закрыли на чердаке там была его комната наруто лег и уснул и опять попал в подсознание что да да он карамасан а вы ведь сильный я уничтожил пол деревни три года назад конечно сильный за орал он так то можете меня по немного засмущался наруто по тренировать ладно не хочу чтобы мы джанчурики был слаб и я помогу чем смогу а еще это станете моими друзьями наруто сказал это как будто ждал отказа и с ним никто не хотел дружить потому что она димана почему бы нет я согласен зови меня кьюри а хорошо кьюри сан что уж раз уж так и я согласен имя мое помнишь курама только давай без суффиксов хорошо наруто во все 32 зуба ладно ложись завтра ночной за тренировки хорошо пока сказал опять оси 32 наруто стало от криков голове подъем кричал лис как я вас теперь слышу это ментальная связь ты можешь разговаривать менталя с нами не входя в подсознание круто а теперь на полигон сказал лис голосом не жажды возражения но ведь только 6 утра зачем так рано ты еще дома наруто выбежал с приюта всем все равно было плевать на него он прибежал на 26 полигон он был заброшен какие указания 10 кругов вокруг полигона 50 отжиманий 50 приседаний 50 на пресс понял да спустя где-то 4 часа ах я закончила садышкой сказала он да тогда повтори но без возражений немного сказал волк чтобы его услышал только лис ты знаешь о пророчестве если это он то он должен быть сильным ну ладно спустя два года тренировок нарт уже год тренировался физически показателя сейчас он может пробежать 350 кругов каждый круг около 1 километра это самый малый полигон потому что его и забросили 400 джамани 700 приседаний 600 пресса 100 подтягиваний и все с шорты также рваная сандалишь и ноги почти новые повязка на глаз и маска чтобы его не узнали она не помогает уже но он привык ведь никто не видел его эмоции сейчас он шел на полигон последнее время его меньше избивают ведь он 6 утра до 9 вечера до полигона ах да забыл сегодня 10 октября на это зашел на полигон зайди в подсознание сказал рис на это не спрашивалось делал по деревом стиле курама и кюриан флэшбэк по 3 года назад слушай коврик перебил его курама и не коврик ладно о чем это я а если это мое подсознание то я могу тут все изменить да можешь а что да надоели эти трубы я еще за мгновение все вокруг изменилось на листья было шейник сцепью к дереву а дерево было посреди границы между полем и лесом после был водопад летали птица ты первый кто сделал что-то для меня сказал с радостью курама и с восхищением ого спасибо народа сказал волк и лег возле курама да не за что конец уж пока с днем рождения сказали лисы волк подсознание вы ведь знаете что я не люблю этот день да напрями наш подарок после посреди поля появился дом средних размеров что это зайди на это зашел увидел много свитков с классификации по полкам d c b a s ранга да почему много пустых полок потом узнаешь на это ты же пробудила чак чакры нет а как это сделать на это выкинула из подсознания почувствую огонек в животе и попробую разогнать его сейчас попробуем ага разбудишь спустя около семи минут я почувствовал что многие месяца нужны а ты за 7 минут ладно зайди в библиотеку и найди иллюзорный и чакра блокирующий барьера кстати а что за библиотека там мои знания и знания кюрия на всех техниках а ясно тогда но почему тут есть пустые полки а потом узнаешь ладно на это вошел в библиотеку и начал изучать на следующий день пришел на полигон и поставил два барьера ладно теперь зайди ко мне подсознание теперь с ними эту печать зачем я смогу гонять свою чакру по твоим чакроканалом тем самым расширяя их человек у тебя как у сильного джоунина но со своими каналами толку мало а это безопасно он спросил волк да если что ты поможешь ему на это подошел к печати снял ее после курама протянул кулак они стукнулись и нарита почувствовал дикий прилив сил он вышел из подсознания и видел как его окутывает желтая чакра как после острова в каноне и в миг чакры исчезла а теперь изучите него и клонирование она поможет тренировках спустя пять минут изучения он понял плюс и минус еще спустя минуты так три он смог создать около 200 клонов да ты гений прорал курама а теперь изучи замены и перевоплощение спустя 30 минут он изучил вся в идеале почему я не удивлен повезло от жинчилики сказал волк а теперь примени перевоплощение и купить акроганалы проводящие листочки норда так и сделал купил пачку в которой было 10 штук знаешь что делать ну да норда взял 8 заражал между пальцами 1 разрезала на 2 1 часть намокла и сгнила 2 часть сжалась и сгорела 2 покрылся корой 3 покрылся льдом 4 покрылся пылью после чего исчез 5 превратился в пепел 6 превратился в лаву 7 начал притягиваться вокруг восьмой вокруг образовался мини шторм после он взял два листа и первый покрылся каким-то алом барьером а завтра ничего что это было сказал рис глазами по пять копеек невероятно 5 стихий плюс какие генка дерево льда пыли пепла лавы магнетизма шторма и какого-то барьера после этого народа начал изучать все спустя еще два года все это время кура майк юри удивлялись а и правда он начал техники за час максимум за день и физические показатели 100 кругов вокруг полигона 300 джаманий 400 приседаний 450 пресс и все с печатями сопротивления около 500 килограмм напишем его тренировку создавал 100 клонов для медитации 100 клонов подсознания для отработки техник 100 клонов для отработки тайццо 100 изучать фуэндицу 100 тренировала сиркиндицу посели отойдется средний джоунин ниндзицу сильный как я сиркиндицу сильный как я фуэндицу мастер эсранга гендицу не изучал гендицу средний генин очень сложное изучение внешность была такая та же маска черного цвета волосы белого комбинезон к коже черного цвета за же пак народа было где-то 6 лет и два месяца он нашел на полигон как тут перед ним появился как аж он не знал что народа санмината куда идешь сказал какаше читая книжка на полигон сказал с таким холодом что в какаше мурашки по коже пошли хочешь помогу стану учителем зачем вам это так же холодно но я люблю помогать другим а тебе нужна помощь ну ладно конец флэшбэка поверх кофты белого цвета и сундали шиноби сейчас он шел домой свою квартиру флэшбэк на шестилетиях акаги вызвал наруто к себе наруто ты же взрослый поэтому будешь жить один у тебя ключи и деньги около трех тысяч рио одна порция рамы на вечероку стоит тридцать рио отдыхай сама я сказал наруто с небольшой ненавистью после чего ушел квартирка маленькая везде пыль и грязь дыры в полу кровать твердая но он все равно не будет здесь часто за день до этого было 10 октября на это ты уже взрослые поэтому я хочу сказать то твои родители ты знаешь кто не скажи кем они были ладно только обещай что не пойдешь путем ненависти обещаю это минутами козыкуш на замоке сказали статом дыхание но почему они я хоть если мне не мы по возможно не увиделись сказал он с ноткой грустью дело в том что когда меня запечатали в тебе твои волосы стали белыми они испугались за тебя этого младшего брата думали что ли захватил твой разум но но я покажу кого не бросили я стану самым сильным и покажу им конец аж пока он был счастлив ведь он изучил одну технику барьера или как он назвал квант техника называет целый доспех суть том что он может поглотить урон не важно техника это или физический удар а после либо превратить чакро либо отразить на того кто нанес урон почти возле дома он услышал крики и сразу же побежал он видел как несколько чининов явно перебравших сыпекой приставали к трем девушкам первая блондинка с фиолетными глазами вторая разваловался зелеными глазами третий брюнетка с длинными волосами на лопаток и белые глаза на это посмотрел на чининов значит пять против трех не честно ой это же демон хватайте его крикнул какой-то из чининов два чинина побежали на него когда первый замахнулся народ исчез белой молнии и пылся возле девушек и телепортировал их на лице первых а как я после вернулся и сразу вырубил двух ударом по шее после удара в солнечное сплетение третьего два последнего сбежали он решил не показывать девушкам поэтому оставил их на скале наруто зашел вечерок у роман о наруто как всегда спросил его повод и уча нет я очень голоден поэтому давай пять порции подожди пять минут сказала яма поев наруто заплатил и пошел домой на следующее утро наруто встал от криков сопля пойдем к тебе идут кто он с одним голосом спросил наруто кому я нужен шесть утра это оба дверь постучали наруто открыл дверь и увидел англо в маске медведя хоккей сама передает что через неделю выйдете в академии шиноби после он бы еще шиншиня наруто сегодня тебе будет 7 лет поэтому подпишем контракт призыва ага с кем с нами в личности со мной а теперь детальнируйся ладно потом спустя 5 минут на полигоне как думаете какая моя максимальная скорость давай проверим наруто снял утяжелителя ну что побежали а жги наруто стартанул скорости выше звуковой деревья начали гнуться некоторые ломаться так он за 10 секунд пробежал 100 кругов или же 100 километров наруто использую чакры для усиления как направь чакры в ноги а ясно вроде гений но тупой наруто побежал так что все деревья вырвала благость могут он и можно новое отрастить так он за 15 секунд пробежал около 1500 тот кругов или же его скорость была 100 километров за секунду слушай а если на правильчик рвус сэш и нос что будет ты улучшишь слуха обаяния а если в глазу то зрения да но если тебе есть какое-то додицу то она проводится сейчас попробуем через несколько секунд глаза начали обжигаться что это больно боль была сравнивая с выкалыванием глаза нарты телепортировался домой подошел к зеркало и увидел ничего не увидел а просто рыхнул без сознания а где-то я я вызвал тебя сюда а кто-то меня зовут хагаро муцуцуки или же мудрец шести путей и тут появился старик левитирующий пузе лотоса под ним 10 черных шаров а над ним и жезл шести путей что где-то мы ты на грани жизни и смерти а но почему что со мной случилось ты испытал очень сильную боль кто-то другой умер бы но зачем я здесь пророчество сбывается поэтому я дам тебе силу ашара моего младшего сына видишь ли ты его и реинкарнация а также три инкарнация индра интересно какую силу коснись моих рук что за пророчество поэтому знаешь мои времена исходя на это коснулся его руки и почувствовал прилив силу а после отключился спустя некоторое время голова болит глаза жгут и вы там как эй на это спустился в подсознание увидел там курама и кюре с глазами по пять копеек вы там живы а что только что было сказал волк с максимальным удивлением не могу поверить я точно почувствовал чакраца сказал лис тоже с максимальным удивлением а что произошло спросил народа в недоумении вы почувствовали огромную силу она в разы сильнее нашей но я видел мудреца шести путей так это правда его чакра почему она внутри тебя на это может от этого пророчества говорил сказал я реинкарнация какого-то индра и ашура дал их силу но и все лис чуть не подавился но это все объясняет ну что за пророчество потому знаешь сказал волк а что с моими глазами мы не успели видеть попробуем еще раз ты чуть не помер а теперь хочешь еще раз да на это вышел стал перед зеркалом на что поехали давай почему бы нет на миг дар это почувствовал небольшую боль закрыв глаза и вновь их открыв он увидел что это волк начал давиться я думаю это легенда так ты знаешь что это с удивлением и недоумением сказал он да рассказывай существует легенда о первооснователя существо которое создало все во временах когда не было ничего появился он имя никто не знает все звали его первооснователям с помощью своей силы он создал мир нет все измерения и вот он создал двух сыновей имена также неизвестная однако известно что первый получил силу левого глаза а второй правого они убили первооснователя первый создал клан сутсуки а второй клан богов а теперь первооснователи хотят возродить клан тут суки началась битва которая длится и до сих пор согласно пророчеству родится человек который положит конец их сражения а пусса убьет первооснователя и ты-то человек ладно но что это за глаза первый глаз левый называется джоган имеет функцию всех известных глаз правый джоган имеет функцию изменять реальность то есть я теперь бог почему но имеет функции всех значит ринагана а это глаза бога она ринаган по сравнению с этим и рядом не стоит а теперь спи завтра в судик подходящее название для академии на родов стал как обычно 6 утра поел яичницу с беконом после чего пошел на полигон сделав небольшую разминку а такой разминки чинин умрет вернулся опять поел а на часах было девять сорок семь он сказал что будет реча воля огня поэтому не спешил в 10.00 вышел из дома пришел и как раз хакаги к этому времени закончил говорить всех начали вызывать какому-то камню нужно коснуться и в зависимости от цвета зависит ваш глаз всего несколько цветов может показать камень белый ты слабак и не поступишь серый ужасный результат бледно-голубой плохо голубой неплохо но ниже среднего оранжевый средний результат синий хорошо красные отлично красно-синий у многих клановых детей фиолетовый раз на миллион будут убираем и темно-фиолетовый был и шума дары хаширама я черный невероятная сила как умудрится шести путей на рта не смотрел а спал и но несколько его заинтересовало очень хасаски что-то между красно-синим и фиолетовым все девушки соски то лучше и походу новый гений менму намекаться красно-синий и фиолетовый похоже у нас два гения менмура кричали все девушки дальше он не слышал спустя 7 минут за маки наруто вызвал хакаги с отвращением наруто шел к шару как-то засвесились чуть-чуть черным и взорвался все стояли в недоумении у за маки наруто вышибал после всех разделили по классам наруто был в элитном классе наруто зашел в класс последнем как-то оставил много гневных сградов но ему все равно со своим чувством показывать друзьям а именно курами к юриям и как аша в то же время несколько человек почему этот демон в классе с моим ребенком у него высший результат нечестно если он будет другом классе хорошо но если что-то случится мы его убьем ладно будто груз в плеч классе меня зовут и рука у меня я люблю свою работу не люблю лентеев цель сделать с вас превосходной шинобе мечта стать директором а теперь вы выходите и представляетесь меня зовут киба и назука люблю семью и друзей не люблю гневный взгляд на наруто цель выучить все техники клана мечта стать хакаги после каждой выходил что хочет стать хакаги ненавидит наруто девушки сказали что любят и смотрели на менму или же на соски однако его заинтересовала одна девушка меня зовут ханаби хьюга люблю семью друзей не люблю такого нет цель найти достойного мужа мечта выйти замуж далее герой не слышал как тут почувствовал опасность это был мел который летел ему в лоб он поймал его двумя пальцами даже не подымая головы а после бросил его в рот и руки и рука сан не делайте так больше все начали смея рияться а и рука выпил он мел начал во первых рука солнце и во вторых как ты это сделал и представься наруто вышел меня зовут наруто замоке много чего люблю много чего не люблю хобби читать мечту и цель оставлю при себе во первых рука сенсей я начну вас называть когда вы меня чему-нибудь научите во вторых это тайна наруто же хотел сесть как услышал голосмен мая да ты же кроме имени чего не назвал нет я сказал что хобби читать сказал доставая книгу который дал какаше а именно любовная тактика да как ты посмел я сын хакаги гений а ты тем она сказал минус гордостью ты демон ты слаб подтвердили соски и киба и рука сан когда будут бои может проведем один против трех давайте может лучше под моим руководством нежели сами все вышли на полигон кипа соски и мен мы против наруто все девушки болели за соски или менму несколько за кипа унеси то у чихо а и я посмотрел сказали рис и волк начали а дал отмашку и рука начался бой его побеждал над наруто но для него он был слишком медленным поэтому он отправил его в полет ударом живот да как ты посмел ясен хакаги ты демон он побежал занеси кулак наруто сворота ударил его по лицо они слабаки но я явно сильнее их сказал соски он наруто достал достал книгу и начал я читать ты удивишься это будет тебе уроком недооценивай противников соски хотел сделать подсечку наруто подпрыгнул но и ударил того в лоб после все трое встали и бросили дымовой бомбу все находились дымке эйко какая самая позорная техника я щели те более помню а зачем тебя видишь никто не знал что там происходит как тут все слышали а секретная техника и сранга деревне скрытой в листве тройное тысячи лети более как тут соски бед маяки бороза телеса стороны а ты сделал мать и спасибо сказала ли смесь на все подсознание это было красиво сказал волк еле сдерживать смех бой окончена победитель даритов зумайки еле сдержав сказал рука все девушки начали говорить что нечестно дрался он журничал на уроке было все равно на это просто ушел домой зайди к нам подсознание подпиши контракт с призыва с лицами и в частности со мной может и с нами мы сильнее в пророче сказано что он должен подписать контракт с лицами а может я подпишу с обеими да вы опущите его режим усанина отшельника а мы лежим аватара аватара неужели существует да но для него нужно обучиться режим усанина дайте контракт и он народа подписал их и стал складывать печати призыва эй стой народа прокусил палец и использовал призыв появилась белая дымка к юре весело тебя из дымки появился мужчина с белыми волосами кимоно сзади была танта меня зовут шинигами бог смерти а зачем ты здесь спросил волк чтобы обучать его взгляд на наруто вы уже обучили его сэндицо еще нет создай клона и пускай его в академию а сам иди в мир призыва а да подпиши контракт со мной наруто был слишком шокирован но он подписал и пусты исчез завтра мы отправимся в мир призыва ладно спокойным и шокированным голосом ответил наруто весь остаток дня он провел на полигоне на следующее утро перед отправкой в мир призыва он зашел вчера к ромэн сел заказал пять порции как тут он заметил троих женщин похоже мать кибе соски и моя недомать сказал наруто себе под нос они подошли начался разговора ты зачем наши сыновей побил спросил мать кибе демоном нельзя только детей и я же нахакагя поэтому извиняйся сейчас же сказала кушина это был по и они втроем против меня я победил в честном бою и рука сан был судьей а его перебила мать соски да как ты посмел ударить наших сыновей ты должен был проиграть они гений это неудачник возможно она сказала бы еще что-то но наруто перебил а я в чем виноват что наследники клана слабим муравья если что-то не нравится и дитя после еще с белых молниях оставив их за своими мыслями нужно еще какаше рассказать только быстро наруто телепортировался домой какаше и постучал дверь а он рад это ты что-то хотел спросил копирующий да я отправляюсь в мир призыва и оставлю тут клона для академии но тогда удача а вам найти бы девушку после чего народы ищи шиншинян ладно в путь и создал пепельного клона непростой ведь их разум соединен он может мгновение поменяться разумом и уже клон станет настоящим наруто ага печати знаешь наруто сложился им печати и откусил палец техника обратного призыва появился наруто на холмах и затем слышал человек как ты сюда попала наруто увидел алиса размером чуть меньше курама с 8 хвостами но курама дал мне контракт и я использовал обратный призыв что создатели вы наруто дай контроля сказали из подсознания наруто послушал его я хочу чтобы вы обучили его режим у санина и отвели к старейшине сказал алиса с тела наруто слышать вас наруто вернула контроль меня зовут суме иди за мной наруто видел деревню по которой ходили люди алиса но не жили совсем как люди вот они зашли в дворец старейшина это узумаки наруто джинчурики курама я все знаю он вы должны обучить его саницу дай попросить что сбылось да после своим повел его кому-то дома будешь жить там завтра еще тренировку он она займет около трех лет на это был таком а готов поэтому не переживал прошло два часа обучение у лесов он мог уйти в режим санина за одну секунду и мог находиться в нем пять дней овладел стилем боя и кондицион его личный призыв это курама и несколько лисов самураев несколько девять штук призывается одновременно также в идеале овладел покровом курама я желтый покров с татуировками и плащом силу мудреца и глаз еще не изучал алиса в честь того что он прошел их тренировки дали ему красный плащ с языками пламени белого цвета и надписью лиси санин катана с красным лезвием и черной рукоятью после этого наруто пошел призыв к волкам а еще создал двух клонов первый пошел в наемники а вторых самураев на обучение приняли его после спарринга подержался против мифу на 7 минут спустя еще полтора года народа полностью владел режим аватара режим аватара используется вместо режима санина после входа санин мод человек использует природную чакру в небольших количествах а это заменяет личную чакру на чакру вселенной если в режиме санина показатель увеличивается в 10-20 раз то в аватармод в 100-200 раз также стилем боя и киндицу получил плащ белого цвета с черными языками пламенью и надписью волчи санин и катана с белым лезвием и черной рукояткой после как и просил шенигами он призвал его шенигами забрал его в свой мир это было белое пространство однако все что ты пожелаешь там бы появится прошло еще полтора года шенигами обучили его режимы с шенигами шенигомод вместо чакры человек использует души умерших из-за этого все показатели возрастает также шенигами подарил плащ черного цвета синим языками пламени и надписи санин смерти он очень подходил ему из белых волос а также катана черная лезвие и синюю рукоятку катана из самого прочного материала а его никто кроме наруто не мог понять без его разрешения а также там был счетчик убийств он отдал ее клоуна что в наемниках и сейчас там число 1328 за это время шенигами стал ему как отец он дал ему отцовскую любовь познакомил с богом молнии его зовут райтера ветра фута воды и суета земли додзи и камни и огня канки которые стали ему как крестными они любили спарринги но побеждали бог я если народ и не входил свои режимы в то же время как он закончил обучение ему дали звание мастер клинка с ранга ведь он смог одолеть мифу на менее чем за 10 секунд второй клон стал известным как лисий санин а сейчас когда он смеял плащ он на первой странице наемников сс плюс ранга и известный как санин смерти все накида знает его он заработал 100 миллиардов рион тем временем в академии народа все недорюбливали мен макиба соски как всегда очень высокомерная но он уже привык однажды когда народа спал и рука разбудили с вопросом народа кто владел стихия дерева немного с ненавистью а почему владел спокойно из просонья сейчас нет кто бы им не владел а что если есть и кто же владеет им я сказал народа указывая на себя все с его слов начали смеяться ты демон да владеешь макатоном не смеши если ты правдой владеешь покажи нам какую нибудь технику сказал рука спарринги будут да вот на них и покажу после на спарринге народа против мен мая но покажи древесная к в минус хотели деревья и высосали почти всю чакру все от этого были в шоке после этого половина девушек класса бегала за ним на им было похрен на них также народа вспомнил первую практику сегодня у нас практика ура кричали все в унисон не то тут поспать сказал народа как же это мудрно сказал шокомара все вышли и начали метать куна и сюрекена я если коротко мин мать куна и 4 из 10 и сюрекена 5 из 10 саски куна и 5 из 10 сюрекена 6 из 10 киба 3 из 10 сюрекена 4 из 10 в среднем кунае все были 3 из 10 сюрекена 4 из 10 народа же подошел бросил 9 кунаев и сюрекенов ни одним не попал он тут специально подошел к дереву все смеялись в теории лучшие на практике худшие у тебя еще куна и сюрекена сказала рука а это правда народа лежал возле дерева который в 20 метрах от мишени и находилась перпендикулярно к ним бросил сюрекен в другую сторону куна и прямо все опять засмеялись куна и пролетел возле целей как тут между всеми пролетает сюрекен который влезается в кунай избивая траекторию так что кунай и сюрекен попадают в центре разных мишени все были в шоке народа вышибал на что народа лишь хмыкнул да ему повезло но слова саски всем было все равно сейчас народа развеял клонов зашел домой и уснул на следующий день это купил новый дом за 40 миллионов риан два этажа мини полигона много комнаты ржейная он вернулся в старый дом и запечатал свои вещи перенес их тогда народ решил сделать свои куна и для техники полета бука крома он купил много кунаев и создал свою печать ее можно прочитать как санит смерти он народа купил все что ему нужно было еду мебель скидки для запечатывания когда закончил лег спать ведь завтра экзамен агенина народа стал как обычно в шесть утра пошел на полигон возле дома и сделал разминку а именно тысячи отжиманий 1500 приседаний 1500 пресса около тысячи кругов каждый по два километра и все с печатями на руках и ногах они заменяют около пяти тонн народ решил увеличить силу печати с пяти на шести тонн поначалу немного сложновато но после привыкаешь на часах 7 54 экзамена 9 поэтому народ решил погулять как обычно ловя злые гневные взгляды он пришел на свой старый полигон посреди которого видел маленькую прядь волос он учил неладное и побежал в лес по пути собирая пряди через минуты 4 он увидел несколько шиноби саплакан они вели девочку его возраста каштановые длинные волосы глаза белые без ручка она сьёк нужно спасать на ротом для винилок распечатал катану шниками и любил все шиноби теперь число составляло 1335 он взял девушку в руки и побежал по деревьям как только она очнулась видела парни в маски на пол лица с повязкой на левом глазу и белыми волосами эти кассирва как ты меня нашел сказала она отворачивая голову и видя в его руки прядь ее волос на это все понял поэтому не ответил тебя как зовут ханаби хьюга а я народу замоке и вот они уже в деревне народа занес ее домой и стоял с мыслями сам он пошел домой поесть на 940 пошел в академию хирурга как раз закончил что-то рассказывать первый этап письменный народ остался 7 минут после бросания кунаев и сюрикенов взяв руки по 5 кунаев он бросил их и все попали в мишени также было и сюрикенами на что мизуки расстроена улыбнулся народа сразу понял что то что ты же мышляет поэтому поставил него печать прослушки после третий этап практика нужно показать переоплощение замена и иллюзор наклонов столом сидели и рука и хакаги на это создал 10 клонов каждый превратился в какого-то одноклассника наруто после народа заменил себя наклона и рука не был удивлен ведь он лучший ученик академии а вот хакаги был недоумение хакаги в мыслях почему он такой сильный на это вышел за академию с протектором на глазу он его встретил как ашин такое чувство будто он не его отец но народа считал его братом как и курам из киури а шинигами был за отца он даже называл его отцом шинигами был искренне рад что у него появился такой сын сегодня народа провел вечер с какаши простые становления генина а после отправился в мир богов там его уже ждал отец крестными они всю ночь праздновали пили сакэ да народа тоже ведь ему из-за курама и киури но пьяным он был после устроили спаринг наруто проиграл но врубил покровку рамы и все же выиграл наруто очнулся в доме и ваша никами занес зашел в дождь как вдруг печать подслужки включилась и наруто услышала саша я не ты не прошла этот экзамен поэтому ты должна пройти спицы экзамен сразу начинена да что мне сделать мизуки хит на улыбаясь ты должна украсть свиток секретными техниками из кабинета хкг и принести его сегодня в 12 часов ночи на четвертый полигон хорошо мизуки сэнсэй наруто все понял он предупредил и руку а то свою очередь анбо йоги смогла украсть свиток на нее напал мизуки и тут его поймали анбо и отдали кобяке сегодня распределение на команды наруто как всегда опоздал и пришел как раз к началу объявления команды и сэнсэев наруто не слышал как тут команда номер 7 зумаки наруто харна сакура ханапе хюга сэнсэй кэкашу хатакя команда номер восемь намекадзе менма саски чиха инозука киба сэнсэй намекадзе узумаки кушина дальше не слышал как-то сэнсэй пришли собирать своих учеников остались команды номер 7 и 8 парни как всегда выпендреживались ханапе понравился менма но после того случая наруто тут заходит кушина и забирает своих а наруто сказал какаше будет минимум через два часа может сходим куда-нибудь я не против сказала ханапе я с демоном не пойду сказал сакура ханапе идем я угощаю они ушли прошло около двух часов сакура все сидела и ждала тут в окно летает наруто и ханапе а в дверь заходит какаше давайте синок решен наруто использовал шиншин а девочки пошли по лестнице а теперь представьтесь сказал какаше и достал книгу наруто тоже достал книгу причем то же самое девушки поняли насколько они похожи однако на наруто не тоже лета джоннина а вместо него кофта синего цвета на нем не было плаща это поливно а может подойдите пример сказал сакура меня зовут какаше атаки а много чего я люблю и много чего не люблю хобби нету цель и мечта будет неинтересным теперь вы я сакура харана люблю немного посмеялась не люблю взгляд на наруто цель стать сильной кунаича мечта улыбнулась и покраснела ты какаше указал на ханапе я ханапе хьюга люблю друзей родных не люблю сестру здесь хинато очень высокомерно ведь он наследница поэтому унижает свою сестру-близняшку мечты нет цель стать сильной кунаича я наруто замоке много чего люблю много чего не люблю хобби читать мечту и цель оставлю при себе ладно завтра 6 утра на седьмом полигоне рекомендую не есть после этого какаше щас не забудьте поесть и приходите на 10 но хотела возродить сакура не но сделай так после чего скрыты щас белых молниях в следующее утро наруто встал 6 утра чтобы сделать свою разминку после зашел к ты уча у наруто тебя как всегда даст ты учен подождите пять минут вкусно поев наруто пошел домой на часах 9 06 наруто зашел в подсознание до потренироваться спустя 50 минут он вышел с подсознания а после перенесся на седьмой поликон там лежала лежа лишь сакура которая сразу набросилась на наруто ты где был уже десять часов но ведь сенсой нет и через пару минут пришла хадаби а это где было но ведь народ искал приходить 10 сакура начала злиться сакура ты хотя по его нет сенсы искал не есть господин сказал наруто и распечатал обед на поешь а если какаши не увидит то он сказал не рекомендую есть наруто протянул бантан сакура покраснела на взяла как только она закончила пришел какаша ты что его сказал какаши с очень злым взглядом да я тоже ел и я ела сказала хана без чувства вины зачем вы ели а ну так наруто сказала сказала сакура чуть ли не плача и вы доверились ему да сказали ханаби сокрова не сон с твоим взглядом на наруто тогда вы прошли сказал какаши с улыбкой в глазу но почему для команды главное доверяя ведь тот кто не выполняет приказы мусора но кто бросает своих куда хуже мусора ханаби ты поверила не пришла в десять и поела хоть не знала что тебе за это будет сакура ты съела мой обед но не знал отравлен ли он вы доверились мне это главное молодец завтра в десять утра у вас резиденции он сказал какаши ищи шиншиня предлагает праздновать я угощаю я не против ох ладно весь следующий месяц команда версии выполнял задание даранга как тут их срочно вызвали вызывали хоккей сама да вы отправитесь на помощь команди 8 команда кушина заказчик занизил ранг вас будут ждать на границе стороны волну ясно через час у ворот сказал какаши все разошлись через час на это стоило ворот тут пришли две девушки а народ а где твои вещи я делиться не собираюсь сказал сакура я я тоже сказала ханаби покраснев народа показывает печать на руках если так не умеете он не значит что кто-то так не умеет что это печати для запечатывания там вещи и дарю же ого собрались тогда в путь путь занял около четырех часов как тут они увидели небольшой лагерь есть то-то о какаши тебя прислали да вместе с командой что и демон тут он ведь слаб ханаби сакура сделали движение рук и лицо они знали что народ и сильнейшие деревни а ладно в путь еще час пешком все это время команде 8 клялись ханаби сакура но не были мне интересны и более интересно что у народ и какаше под масками и повязками после часа плыли на лодке а как только сошли на берег в жизнь сказал какаша все легли к играми наруто ляг крикнула кушина все видели меч который летел в наруто но тут поймал его двумя пальцами куши на ее команду охренели от такого остальные уже привыкли на ветку приземляется парень с ментами на пол лица ого это же как а шахатайки или копирующий ниндзя кровавая хабанэра ого паренек как ты поймал мой меч мама часа буза с демон скрытого тумана сказал какаше наруто бросает меч за бузе его не знают без плаща всегда хотел сразиться с мечником тумана а ты наглый я сражусь с тобой только твои дружки пусть не вмешиваются ладно твой дружок тоже а сказал наруто и бросилку на ветке оттуда появился он был в маске как хотя я согласен наруто распечатал катана откуда у тебя это катана такая же была у да это был я я убью тебя все стояли в недоумении запаса побежал на наруто и хотел уже ударить на наруто легким движением руки разрезал меч запаса напополам и лишил его одной руки а это ты а не успел договорить как наруто лишил его и головы тварь крикнул бушник он создал ледяные зеркала и начал атаковать но наруто был быстрее и чтобы унизить то создал ледяные цепи и иглу изо льда пробил грудную клетку анбу тьфу и это демон говорил наруто запечатывая тело свитки все стояли и не понимали что произошло наруто за минуту убил ноги нинов с ранга что застыли идем ты убил двух человек и глазом не моргнул сказала кое-что с небольшим страхом но либо они либо я другого не дано все старше все дорога команда номер восемь думали а черт он и вправду демон он и я все равно сильнее его к наруто подошел какаше спросил откуда он тебя знает шепнул на ушко нарыто распечатал книгу наемников и дал какаше он не понимал зачем она но открыв первую страницу видел наемник ссс плюс ранга и имени известно позывной санит смерти примечание никто не выживал после схватки с ним и снизу фотка нарыто в мозге плаще и повязка на голове но об этом никто не должен знать ладно какаше всю дорогу был шоке когда пришли дверь открылась девушка лет 25 30 заходите знакомьтесь этот цунами моя дочь сказал таз на очень приятно так как был вечер все легли спать на следующее утро он все стали и начали обедать после обеда что же сейчас будем строить мост тогда давайте привлекло на автозащиту и для помощи сколько нужно думаю 10 хватит отлично они на улице пойдут с вами если какой-то развеется мы пребудем лично тогда мы можем пойти на тренировку он сказал какаше согласно вообще тренировка не помешает что я не буду тренироваться с демоном он только мешать будет сказал киба с высокомериям хана без сакура и какаше засмеялись почему вы смеетесь это ведь правда сказал саски с таким же высокомериям как и киба хана без сакура и какаше в унисон щас сдох над смехом народу который только что вышел с туалета что случилось пойдешь на тренировку спросил какаше отойдет смеха почему бы и нет спустя 30 минут все были в лесу сначала сберите на дерево без рук сказал какаше но как спросил менма и они про меня что-то говорили ладно по этой стихии тренировать ты знаешь что и стихия спросила кушина да какие же но вода земля дерево улыбаясь одним глазом скал наруто дерево ясно покажи наруто скал печати земли вырезы древесные копья которые остановились в миллиметре от албакушины что как почему он почему не менма ну что рассказать меня то к тому же я уверена против того он будет использовал хитон лед что же он скрывает на эту шоу медитировал как все подумали он в подсознании тренировался создание техники добавил арсенган стихии начал с воды так продолжалось четыре дня завтра мост уже достроят утро все на тренировках как тут один клон развился на рта прибежал к остальным мост все побежали прибежав увидели гад и его бандов который было около 150 200 человек вот же еще и демоном называется знаешь а я ведь тоже своим брату демон на рта вышел вперед макатона древесные копья сотни копий пробивали сердце врагов спустя 10 секунд жив был лишь гата на рта мгновение у кого рыбал его он таз на сан это вам подарок дает гата что с ним делать решать вам до конца дня мост достроили и команды покинули страну волн по возвращении все пошли как аген и услышав остало в эти тян как и сама миссия успешно выполнена ладно свободная генины покинули кабинет остались только как а шейкушна доложить а народ убил мамочу забуза а его напарник костями анбон использовал катану черным лезвием и синей рукоятки на лезвие было число 1335 после убийства застала 1336 также я уверена что он использовал стихи льда а после вопроса какими стихиями обладает скал вода земля и дерево конца с помощи дерева убил около 200 человек как и шимушить я сказал как агена как аж и вышел как думаешь мы зря его сдали в приют он стал очень сильным может вернем семью так и шинобе поднимет репутацию да на что с кибе за все время ни разу не было всплеска ладно после экзамена все расскажет пускай твоя команда участвует тоже на экзамен через месяц передай как ажа после ухода он думал что за мечта считает убийство и откуда там уже 1336 кушна пошла домой к каши твоя команда готова к экзамену наверное кушна и дает три листка бумаги уходят на следующий день команд номер 7 возра резиденция приходит к каши поздравляю он вы рекомендованы на экзамен ученина когда он через месяц все это время будем тренироваться ясно когда приступим сейчас все шли на полигон так и начались их тренировки шесть через три дня экзамену народ ушел и как вдруг услышал крики он не думая побежал на звуки он увидел парня с татуировками по лицу и забинтованные куклы за спиной народ очень хороший сенсор парень держался шиворот нога третьего хакаги а рядом стояла блондинка еще тремя косичками эй спокойно сказал ты знаешь что это внук третьего хакаги мне кажется ли вам не нужны проблемы конкура прекрати а скалоплодинка значит и конкура а кукла у тебя неплохая что как ты узнал молча и это тебя тоже вижу шанигами обучил его чувствовать душу чак раскрыть можно на душу нет на ветке появился парень с красными волосами как вот так ты джинчурики а что он тебе терроризирует исправим и как же на это подошел и коснулся лба как вдруг они оказались посреди пустыня а возле была песчаная тюрьма где-то мы в твоем подсознании эй однохвостый кто-то за ворот показался он может хватит реализировать парня почему я должен это делать психическим голосом кто за спиной народа появился курама на привет а и ты здесь нечто починили а помнишь что в отце перед смертью но и кроме этот парень окон не может быть посмотри я не видишь чакраца что отец ладно на либо с ними печать либо сделай лучше ладно я разнакомся на это твой новый друг сказал народ и снял печать меня зовут шокакова сказал и протянул кулачок наруто они столкнулись и же как и передал половину чакра ему в реальности прошло две секунды на удача на экзамене стой как тебя зовут я у замаки наруто встретимся на экзамене и народу еще с белой молнии следующие три дня были спокойны сегодня первый этап письменный команда с ними шла в 301 кабинет поднявшись на второй этаж они увидели кабинет 301 но они не обратили внимание все посмотрели как команда идет на третий этаж и не понимали почему он на третьем этаже не увидели как а шел и я не сомневался у вас исчез клон как только они зашли почувствовали ки других команд но так как во время тренировок наруто упускала часть сайки это ничто наруто поднял голову и выпустил часть очень маленькой сайки все резко обернулись и начали трястись за ними в дверь зашла команда восемь как тут из толпы появился парим в очках с белыми волосами я якшо как будто вы впервые я вот седьмой раз даю не надоело еще нет но у меня есть информация про многих на это было все равно поэтому нашел но ему не понравился и он начал что-то подозревать мне нужна информация про собаку на каран и наруто замоке сказал менму с утрощением вот и знаешь имена такара то идутся уровень слабого чинина не идутся сильный чинин кен фуин сэн гендица не владеет букин идет за средний чинин кики гинка и магнетизма джинчурики однохвостого миссии доранга нет церанга 46 б 78 в команде собаку на тамаре конкурен так и за маки наруто что что он слаб то идутся уровень 5 как я не идутся 5 как я мастер сс плюс ранга в кен и фуиндица букин дица пятерка как я гендицу чунин сэндицу неизвестно кики гинка дерево владеет теми пяти элементами джинчурики 9 хвостого пятерку как и раскидает все стояли в шоке это ошибка демон не может быть таким сильным сказал соски от этого ханаби сакра фигеля ханаби сакра просто сидите ничего не делайте они ему доверяли поэтому так и сделали экзамен начался меня зовут море на ибеке экзамен утра первого этапа мы дадим вам бланки с 9 вопросами после 45 минут я задам 10 вопрос если кто-то заметит на списывание то он и его команда покидает экзамен начали крикнул он и начал давить на них с помощью ки после ки наруто это легкий ветерок нарта лег спать это увидел шагомара сделал то же самое это увидел ибеки давил на него сильнее нарта поднял голову и убстил суки ибеки чуть не упал поэтому он бросил эту затею за 45 минут вы было много участников и осталось 43 команды а теперь 10 вопрос кто не ответит на него больше не станет чини нам но вы можете идти своей командой издать пузам осталось 34 команды это все тогда вы пошли тут в окно влетает девушка с фиолетовыми волосами меня зовут митарошенко и я экзамен утра второго этапа через 30 минут все возле 44 полигона или леса смерти через полчаса все были возле входа каждой команде дадут свиток земли или небо чтобы пройти этап вам нужно два свитка их нужно достать в башню посреди леса на всем тону 5 дней свитки открывать нельзя а еще первая команда получит 100 тысяч рён пустынка увидел что наруто не слышала читал книгу поэтому решила бросить кунай так чтобы тот порезал ему щеку бросив его она уже увидела его лицо но тут наруто который даже не увидел кунай подпрыгнул сделав передние сальто и подбросил его с такой силой что-то заставлял по земле воронку кунай пролетел в метре от анка на ее щеке появился порез черт он мог меня убить и видимо есть сильная генина сказала анка с испугом после анка обернулась я видела нескольких деревьев дыры в диаметре метр после этого все разделились на два лагеря первые хотели сразиться с ним а вторые не встречаться с ним дальше команда взяла свиток и пошла к своим воротам я поставлю на вас метки призван чтобы призвать вас а сам с максимальной скорости побегу он деньги ставьте себе да ладно хана билиш кивнула на старт внимание марш врат открылись и народ исчез а после девушки а народ оставил уже в башне призвав девушек они открыли свитки а тем временем максами наторов наконец-то старт пара не отдохнула что кто-то прошел через барьер не может быть это ошибка из свитков появилась анка она увидела того самого парнишка обернулся но увидел их результат 0 дней 0 часов 0 минут 0 секунд 678 миллисекунд поздравляю вас деньги получите потом а теперь вы будете здесь все 5 дней сказал она с огромнейшим удивлением пойду выберу себе комнату девушки тоже пошли они тоже немного подохренили народа выбрал комнату которая ближе к полигону на следующий день народа слышал звуки а еще кто-то пришел вот видишь мы первое что вторые ты посмотри на их результат сказал конкурс огромнейшим удивлением а замоке народа привет гора что удивлены как но я очень быстро на не везде тема ряд этого покраснела так и прошло еще четыре дня команда 7 и песок очень отражались сейчас все стояли в центре башни даю слово хакагя что же он как и говорили команда которая прошла первая получит 100000 покажите результат 3 место команда звука результат 3 дня 5 часов 33 минуты 2 место команда песка результат один день 3 часа 27 минут первое место рекорд результат 0 дней 0 часов 0 минут 0 секунд 678 миллисекунд тут очень удивились как они это сделали коммада из конохи а именно сокура харуна ханаби хьюго изумаки наруто что же держите ваши деньги спустя минуту все отошли кроме 8 команды они думали что тяжельничали так как прошло много команд мы проведем отборочное но кто хочет может уйти при этом команда станет сам нашел только как будто на что же первый бой всем спасибо за просмотр сэмбл пихи если сюжет вам понравился поставьте лайк подпишись на канал тактина кайбл комментарий на колокольчик ну короче вот ставьте лайк кто не поставил еще подпишитесь на канал тактина колокольчик и все таком духе ну всем удачи всем пока до скорой встречи бай бай кстати можете поддержать она там буду благодарен кому понравилось озвучка